Я сегодня хочу говорить о ЕАЭС в контексте отмечения безопасности, потому что речь не идет только о физической безопасности. Важный момент и важная составляющая, на мой взгляд, и экономическая безопасность, которая на сегодняшний день обеспечивается Евразийским экономическим союзом. Мы все видели, что творилось в Европейском союзе, мы все видели эти бои за медицинские маски, которые возникают в Европейском союзе, но мы этого не видели в Евразийском экономическом союзе. И несмотря на те макияции, которые всегда мы слышим по отношению к ЕАЭС, медицинская служба и медицинский персонал стран-участниц ЕАЭС оказались более готовым и более подготовленным к угрозам пандемии и вопросе обеспечения безопасности наших граждан. Вместе с начала специального военной операции на Украине мы вспомнёмся с подготовленным кризисом, с проблемами зерна, но с нашей стороны удерживают для нас ЕАЭС и страны ЕАЭС, эти проблемы не смогут быть. Я сейчас говорю именно о моей Армении, о моей маленькой Армении, которая имеет возможность приобрести зерно в том количестве, которое нужно для населения Армении. И, на мой взгляд, это больше всего благодаря евразийскому экономическому союзу. Мы все знаем, что проблема безопасности в Евразии – это не только экономика, это не только физическая безопасность, но один бездругого не может пройтись. На мой взгляд, невозможно быть в стране и в составе Евразийского экономического союза, но быть и попытаться быть в составе другой платформы и стать, я не знаю, физическим безопасным в другой год. Мы все знаем, что есть и не была такая государственная, которая попыталась одновременно сидеть на двух стульях, и мы все знаем и видим, что с этим государственным случилось. Уже мир идет на дополяженности, уже перед странами ставятся четкие вопросы. Вы в стране или в городе власти? Времена. Времена. Те времена, те времена, те маленькие государства пытались монетировать между большими странами, между свежими, жадными и таким образом сохраняясь в свое существовании, но у тебя это пошло. Проблема безопасности Евразия касается всех нас. Важной составляющей сохранения и обеспечения безопасности эффекции ЕАЭС, обозначенной является ЕОДКВ, и один-то, как-то добавляет в этот год, и без одного не может существовать в этот год. Да, мы знаем, что есть проблемы в ДНР, мы знаем, что есть проблемы в ДНР, мы знаем, что есть проблемы в ДНР, мы знаем, как позиции наших партнеров в ДНР, которые говорят, что ЕОДКВ должен быть сугубо экономическим, но, на мой взгляд, для дальнейшего развития ЕОДКВ, Союза, мы должны смотреть в будущее. И при сравнении, без политического составляющего ЕОДКВ невозможно в развитии нашего общего документа. В данном случае слова наш академ, что не нужно, наверное, создавать банкальные ситуации, где влияется, потому что все правовые вопросы решаются с учетом правовых актов и статей СНГ. Но, если возникнет такой вопрос, например, и ипотетически Иран заточен стать членом ЕОДКВ, как мы будем все это решать, потому что Иран не является членом СНГ. Поэтому я повторюсь, на мой взгляд, политическое составляющее необходимо для дальнейшего развития ЕАЭС. Межрегиональное сообщество необходимо для дальнейшего развития ЕАЭС. И я сегодня здесь вижу наших студентов, которые общаются с своими, как бы сказать, коллегами, студентами из других вузов, основных участников ЕАЭС, лично для меня это приятно. Я думаю, что без этого взаимодействия говорить о сфере будущего ЕАЭС не будет. Давайте дружить, давайте сотрудничать, давайте углублять наше сотрудничество и не останавливаться только на экономике. Экономика важна, но она не так едично важна, чтобы мы считали, что мы свое дело сделали, и а если развивается, то не с чем просто делать. И поэтому я... Григорий Александрович? Да. Почти, но почти. Я немножко больше, но не содержательно. Очень важно. Спасибо вам большое. Аплодисменты. Спасибо большое. Григорий Александрович, нам от наших армянских друзей, конечно, очень важно слышать эти слова. И слова, связанные с настоящим пониманием союзности. Мы, конечно, союзники, и что бы сегодня ни происходило, мы точно знаем, что Россия всегда будет с Арменией. И, несмотря на... Иногда даже те сомнения, которые я знаю, есть, участие общества, мы понимаем, сколько мы сейчас переживаем. Наверное, сейчас обвязала мы и к нашему залу, и к представительному нашему участию обратимся, мы не будут вопросы. Вот. Всё. Вот. Вот. Поехали. Вот это вот. Первый представитель. Займите. Григорий Марук, представитель Дурганского. Аркадий. Здравствуйте. 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 Из Дурганской народной республики. Я хотел бы вас спросить, как ЕАЭС справляется с ведетописацией на различные компании, в том числе и армянских? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень важный вопрос. На мой взгляд, я исполняюсь отлично. И те товары, которые на сегодняшний день запрещены возле тех товаров в России, входят в эти товары и за счет сентября, и за счет армян. И я там посмотрел, перед заседанием цифры почти 78% товаров идет через армян. То есть здесь ЕАЭС используют логистику, ЕАЭС используют возможности зоны свободной планеты из Ирана. То есть идет через Иран. И так как Армяния – это единственная страна, которая имеет сухопутную правительницу в странах. Это тоже важная составляющая. И в этом плане армисты очень хорошо работают. Но это не значит, что нет проблем. Проблемы есть. Это не нравится определенному группу товарищей, которые давят и на Армянию тоже, чтобы она присоединилась к антироссийскому санкциям и не позволяла что Россия через ее территорию давала недостаточность для России. Но я уверен, что нашим дипломатам удастся объяснить нашим зарубежным товарищам, что когда Армяния является членом Германии, когда Армяния является союзницей России, Армяния просто выполняет свои союзнические обязательства и не более того. В этом плане я уверен, что ЛИАЭС исправляет и в дальнейшем будет попадаться. Спасибо большое. Я бы еще раз говорю, что даже чисто технически надо это объяснить. Даже чисто технически на ЛИАЭС Армяния не может так анголироваться. Куда же так вот, да? Из барьеров, которые идут в ЛИАЭС, когда Армяния не может сдать, человек пришел в ЛИАЭС, даже в ЛИАЭС, пришел в ЛИАЭС, пришел в ЛИАЭС, и в ЛИАЭС, и в ЛИАЭС, вот этот механизм, все-таки санкционный механизм, США здесь более эффективно, это было решало на немногие банки, они уже не способствовали, потому что это было с вами, оборудовано, еще наевая санкционная санкция. Там все-таки в основном, у нас в ЛИАЭС, чисто картофель, если даже при ожидании, отметим, армейский посеток, много мы не смогли сделать, даже в чем-то уголовного не делали. в ЛИАЭС, а потом мы, наши друзья, парни будут вместе с вами. Меня зовут Марк Ход, Московский университет, в политиколитологии. Уважаемый Григорий Александрович, вот сейчас мы говорили по экономику, вы начали говорить про Иран и другого отношения организма Ирана. А я хочу спросить про другого соседа Армении продукцию, сейчас идет, ну, мы видим, что идут некие подвечки в армянно-турецком регулировании. Армении, Армении, я ездил на встречу с дебютом, учел в Шоу-Лу, есть договоренность по открытии ремонта моста в Рим, и есть, вроде как, договоренность по открытии пограничного пункта Маргора. Скажите, пожалуйста, если открывается пограничный пункт Маргора, и тут может существовать прямые, как бы, поставки грузов, так это относится на экономике Армении, и вообще на экономике в целом, и вообще, как бы, ну, масса, например, продуктов турецких товаров, он не ответил негативно на экономике Армении. Спасибо. Спасибо большое за интересный вопрос. Сдвиги или попытки налаживания армян в этих отношениях не много. Мы, даже вспомним, здесь, в 2018 году, в угольную технологию, когда попытались тоже открыть границу, уже говорили о том, что все налаживается, и так далее и тому подобное, но в один момент оказалось, что Путин не готов выполнять свою обязательность в том масштабе, о котором она заявляет. Теперь по поводу открытия границы и турецкие товары. Ну, такая проблема от размноженного пути, если граница будет открыта. Но, насколько я знаю, в руки, есть действие четкие механизмы, которые могут защищать общую нагрузку и возить следы. Но, если, например, твоя экономика не готова коммунировать с турецкой экономикой, ну, часть этого не надо будет. Твоя экономика сама должна быть готовой к местным товарам. То, что есть определенные товары, гост которых будет отрицательный для экономики Армении, мы все видим, это, в первую очередь, сельхозтовары, потому что те товары, сельхозтовары, которые импортируются сейчас в Армению, они значительно дешевле, чем даже те, которые производятся на территории. И здесь власти должны ввести четкую экономическую политику, четкую политику субсидирования, чтобы защитить своих верных. И в этом плане, да, мы можем создать на ИАЭС, мы можем использовать законодательство ИАЭС и для защиты своего производителя. Потому что, да, мы можем связаться на то, что по договору ИАЭС вот только Армению не может разрешить, пусть только вот эти, а вот, это нужно разрешение и согласие все же на ИАЭС. И здесь, я думаю, у Армении может быть возможность проработать, но закрыть границу, могу говорить, что мы просто не будем пускать детские товары, мы тоже можем, потому что Армении является там членом международной организации, которые просто запрещают нам закрыть границу и не пускать товары в соседние государства и вообще государственные органы. Вот поэтому, я думаю, что, да, проблемы будут, но я уверен, что с помощью законодательства ИАЭС Армении удастся преодолеться с ним.